Здарова народ, с вами Джон, он же Lopin312, стример DestinyAdvant и чем? Сегодня в этом видосе у нас будет следующая тема. Во-первых, сдача жетонов испытаний Осириса в количестве 380 штук. Во-вторых, сдача жетонов белезного знамени в количестве 1000 штук. В-третьих, мы посмотрим на сеты испытаний Осириса новые, как они выглядят в игре. Ну, когда на этой неделе Банжи нам наконец-то дали их собрать, но об этом чуть позже. Далее мы посмотрим контракты Петры. Петры Венш, там обнаружился новый баг. Дальше рассмотрим проблемы с подключениями, проблемы с раундами в испытаниях Осириса. Ну и поговорим о том, как проходил вчерашний день в испытаниях Осириса. Те 16 часов нескончаемого кайфа, в кавычках. Ну и следующая тема, то что контента до сих пор кому-то не хватает в Destiny, казалось бы. Ну и восьмое. Поговорим немного о Волтовгласе. Ну и обуверчивости стеклах, хрустальном чертоге и так далее. Что нас ожидает в будущем примерно. В общем, как-то так. Начнем мы видео с того, что я оказался Вангой. Ну то есть, у нас в пятницу вышли испытания Осириса, но перед этим вышел на этой неделе в Банже, где... DMG, комьюнити менеджер Банже, затезерил то, что у нас будет особый лут на этой неделе. Но я здесь просто включу запись того, как я читал твап в четверг, чтобы моя более ранняя версия пояснила, как говорится. Блин, а вдруг это будет опять Посланец? Ну ладно. Если он сказал более удачно, то значит это то, что уже было. Блин, ну обидно. Хотелось Ракетницу. Ну, надеюсь, что это будет. Я вот знаете, на что соглашусь? На то, что будет Посланец за три победы и Ракетница за семь побед. А еще голова за пять побед, которой не хватает, и за семь побед плащ, которого не хватает для пулса этого. Тогда будет неделя просто шикарная. А на следующей неделе можно револьвер за семь побед. Да, знаю, закатаю губу. Еще нам с кланом нужно пройти пару раз рейд с его губой. Ну вот... Почти все угадал. Только просчитался. Я не думал, что они засунуты за семь ноль. Адепт-версию пульсы. Я надеялся на Ракетницу, потому что она есть в пуле. Ну, то есть у нас есть Адепт-ракетница, которой еще не было вообще никогда в этом сезоне. Ну, она должна была в прошлом сезоне выпасть. Но получилось так, что вместо нее они засунули второй раз автомат. Что для меня было немножко странным. Ну ладно. То есть у нас есть Адепт-ракетница, которой еще не было, Адепт-плазменная винтовка и Адепт-дробовик. Прости господи. Но я вот на самом деле не знаю по поводу дробовика и плазменной винтовки. Ну, я думаю, что народ будет очень сильно бомбить, если их за семь ноль засунут. Ну, Банджи должны это понимать. Ну и еще офигеннее будет, если какие-то шмотки за семь ноль Банджи тоже засунут. Так что, ну, у нас остается сколько? 45 дней. Ну, плюс-минус полтора месяца до конца сезона. Это сколько примерно? Это примерно 5 недель еще. Ну, плюс-минус 5-6. Ну, знаю, мое познание в математике достаточно такие себе, ну, импровизированные. Но предположим, то что две из этих недель у нас должна быть еще, у нас должны быть револьверы еще. Допустим, еще, ну, чтобы никому обидно не было. И хотя бы в одну из них импульсная винтовка. Остается туда две еще, или три, ну, плюс-минус. В которые должны засунуть Банджи все остальные пушки. Ну, то есть плазменную винтовку, ракетницу и дробовик. Ну, хотя бы по одному разу они все-таки должны быть, я считаю. Иначе нафига они в пуле? То есть, как минимум три недели из оставшегося сезона у нас будет, ну, такой себе лут. За 7-0. Ну, когда все это дело подуспокоится. Ну, как мне кажется. Ну, по крайней мере, мне хотелось бы, чтобы была ракетница. Потому что, благодаря адептовскому моду, крупной цели, она будет достаточно неплохим поспорьем в ПВЕ. Особенно в тех же самых грандмастерах. Особенно учитывая то, что сейчас очень многие любят брать Бреми и Дзенаги, вернувшиеся, да, в текущий грандмастер. В паре с ракетницей. Было бы неплохо. Но посмотрим, как Банжи, ну, распорядиться всем этим делом. Ладно. Должен отметить, тема с лутом, ну, за три победы сработала на этой неделе тоже. То есть, если на прошлой неделе у нас в целом было 47 тысяч игроков, судя по данным Трайлс Репорта, из которых только 2% набузило себе победы, ну, типа, когда они там сбрасывались в пропасть, или просто стояли там, ну, делали... Здесь же как? Можно сделать контракт на три победы. Ну, на то, чтобы получить лут на три победы. Просто сыграв 10 матчей. Ну, то есть, либо сбрасывая в пропасть, либо проигрывая. Ну, короче, вы поняли. И таких вот людей было 2% от общего количества. И на этой неделе уже, вот сейчас воскресенье, утро, 246 тысяч игроков приняло участие. Ну, то есть, курс выбран верно. Надеюсь, Банжи будет его потихонечку придерживаться. Я вот, правда, не знаю, что они могут на следующей неделе за три победы сделать такого вкусненького, чтобы народ пошел, что у нас есть в пуле. Опять револьвер засунуть? Ну, через неделю это было бы, наверное, странно. Я бы не отказался, опять же, от той же самой ракетницы ее поролить. Ну, знаю, да, то, что это не такой ценный лут, как револьвер или пульса, но хотя бы для сумеющего налета неплохое поспорье. Ну, как альтернатива. Увидим, как говорится. Ну и, что тут можно сказать? Мне понравилось то, что 25 марта DMG выпустил пост в Твиттере, где он сказал то, что команда выпустила изменения на серваки под железное знамя, ну, чтобы балансировать лобби. И вот эта вот фраза. Вещи выглядят стабильными. Если вы столкнетесь с некоторыми сложностями, пожалуйста, это репортуйте на форуме. И что же мы увидели на следующий день? Буквально через сколько? Через 24 часа, даже меньше. Что написал Bungie Help? Чтобы адресовать проблемы, с которыми столкнулись некоторые боевые группы при запуске железного знамени, мы разграничим балансировки лобби в железке, которые были проделаны вчера. Ну, кто не видел вдруг, у меня на канале есть видос, где мы разбирали вот эту проблему с матчмейкингом в железном знамени. Ну, то есть, когда вы собираетесь в боевые группы от двух, трех, четырех человек, и вы пытаетесь найти себе противников, то вас, ну, показывает, что 12 из 12, но при этом, ну, в лобби найдено людей, но при этом вас выкидывает снова на подбор, и у вас там, допустим, снова отображается, там, 4 из 12, 6 из 12 и так далее. Вот, когда я записывал видос, у меня было несколько дублей, потому что во время первого дубля, ну, по поводу матчмейкинга, потому что во время первого дубля мы нормально залетели в катку, во время второго дубля нас закинуло в катку, но было в лобби 9 человек, причем в нашей команде было 6 человек, а в вражеской команде было 3 человека. И так началась катка. То есть, балансиага провалилась, малость говоря. Маленько, но окей. В общем, это еще не все, на самом деле, к сожалению, что у нас, из-за чего посыпалась игра. У нас также есть испытания Асириса, опять же, те же самые, о которых я только что сейчас говорил. И что происходило? Меня вот на протяжении 16 часов, как я играл, ну, играл я много, да, меня очень часто выкидывало с ошибкой, моих тиммейтов постоянно выкидывало, а поскольку переподключение выключено из-за наших дорогих, ну, из-за наших проблем, которые возникли, тогда как банжи озвучили переподключение, и очень многие люди начали это обузить. Ну, вспоминаем ситуацию с эмблемой Мехаки и так далее. Вот из-за всего вот этого, закрытие билетов становилось проблематичным. Ну, то есть, получилось на каком-то этапе так, то, что я закрыл один билет, а мои тиммейты закрыли два. И мы постоянно там, вот, у нас разнобой был. У кого-то 5 побед, у кого-то 4 победы, у кого-то 3 победы, ну, и так далее. Ну, и почему... Я не знаю, по-моему, вчера у меня был самый нервный день, что касается испытания Осириса, это был просто нереальный тильт. Ну, апофеозом всего этого было то, что спустя 16 часов, как мы катали, как я стримил, мы были в таком размазанном состоянии, что даже не могли выиграть чуваков, которые делали керри. Ну, то есть, у нас буквально билет последний закончился тем, что мы там проиграли, и у нас там один из людей сказал то, что, ну, понятно, чуваки, вы устали, попробуем там как-нибудь в другой раз. И... ну да, типа, у меня вообще просто начался еще день тоже не совсем гладко, там, начал записывать видос про Зура, и немножко начали негладко, так как там вот все торопились, всем хотелось карту, всем хотелось лут и так далее, я там притормозил немного, еще вдобавок не выспался, в общем, денек получился такой себе, но так или иначе, получилось тогда на стриме с грехом пополам 4 раза за эти 16 часов закрыть, потом я, правда, какое-то время еще покатал без стрима, чтобы восстановить режим, дотерпел до 8 вечера, за это время там закрыл еще 4 раза, ну и... Сегодня уже где-то 3 часа утра встал, ну, это так, к слову, как вот немножко сумбурно, как вот день тогда вчера прошел, но, опять же, я это к чему все говорю, к тому, то, что у нас в игре из-за этой балансировки Железного Знамени, вот я не совсем понимаю, вот, хорошо, людей не устраивает подбор, то, как он происходит в Железном Знамени, скиллбейс матчмейкинга нету и так далее, но для таких вещей есть соло Железное Знамя, Ну, я играл, в принципе, в него тоже очень много игр, да, там, такое происходит периодически, что вам противников кидает чуваков, которые вас полностью раскатывают, вашу команду, там, на Мерсе, или вы полностью раскатываете при этом, но зато нету такого, то, что вам закидывает фулстак, как это делает в обычном Железном Знамени, то есть вы там все рандомы, а против вас играет команда из шести человек, ну, извините, когда вот вы идете в общее Железное Знамя, вы должны понимать, что против вас ста к шести тысяч человек попадется, ну, собственно, для этого и был придуман режим соло подбора, я вот не совсем понимаю, почему Банжи, вот, как будто в игре недостаточно проблем, которые надо править, вот полезли в это Железное Знамя его исправлять, вот его подбор, то есть там, вот вы помните, первого по скиллу человека в одну команду, второго по скиллу человека, во вторую команду, третьего по скиллу человека, в первую команду снова и так далее, и в результате у нас вот вся игра посыпалась, ну, то есть там куча ошибок возникало, а, еще мне понравился новый баг, который у нас возник, это в испытаниях Асириса было, вот, был момент, когда всю команду положили практически, но при этом у нас успели человека резнуть, он живой бегает, но при этом у нас раунд считается проигранным, и это было стрёмно, и так было несколько раз, закатки, ну, можете отписать в комментариях, что было у вас, в принципе. Ну, ладно. Сейчас, прежде чем мы перейдем к игре, есть еще несколько моментов, которые я бы хотел осветить. То есть, во-первых, обнаружился новый глич с лутом из-за города грез, опять же, это сделает один западный блогер Cheese Forever, собственно, вот название ролика, который можете загуглить, если я забуду ссылочку в описании оказать. Суть состоит в чем? Сейчас я найду этот момент у него. Так, 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 где это он? Вот. Короче, есть у нас такой вендор в городе грез, и зовут ее Петра, Петра Венш, из сезона Отвернутых Мадама. Ну, вообще, она появилась в первой части еще во время House of Wolves дополнения, но не суть. Ну, в общем, вы поняли. Есть у нее такие контракты, с которых падает, вот здесь написано, легендарное снаряжение. В чем прикол? Когда, в чем баг состоит? Когда вы закрываете контракт этот, не торопитесь сдавать его сразу. Вам надо отправиться в Роскоутый Трон, и вот там уже открывать эти контракты. Тогда вам упадет... Ну, то есть, что у нас... Тогда игра подумает, что вы получили лут непосредственно с Роскоутого Трона. И тогда вам упадет либо высокостотовая броня, которая падает с этого данжа, подземелья, либо пушки с новыми перками. Ну, то есть, там, с этими, как его там называют, сейчас скажу. Ну, типа, с сюрплюсом, с излишками, или с... Сейчас я вспомню, как он назвался. Или с цепной реакцией, которая позволяет там мобов срывать и так далее. Ну, достаточно прикольно для тех, кто хочет, я не знаю, эти новые перки или высокостотовую броню. Как я понял, все это дело выпадает один раз на персонажа за неделю. Ну, то есть, тот же самый недельный контракт, когда ты его открываешь. По поводу ежедневных, не знаю, можете в комментариях отписать. Ну, для более подробного описания, кто знает английский, можете пройти там, посмотреть оригинальный ролик. Я вот просто на него ссылку делаю. Ну, держу вас в курсе, что он есть, как говорится. И можете в комментариях там свои какие-то наблюдения, свой там экспириенс дописать, как вот у вас там происходила эта сдача, если вы уже в курсе или стали в курсе после моего видео и решили попробовать. В общем, как-то так. Ну и, что могу сказать? На этой неделе у нас была такая вещь, как появление арены доказательства, то есть нового налета в игре. Ну, а также новая катсцена, связанная с Ульдраном, связанная с завалом и так далее. Ну, кто ее не проходил, советую пройти. Спойлерить не буду, но должен признать то, что мне нравится сюжетное построение, подача сюжета в этом сезоне. Это мне напоминает то, как у нас было в сезоне рассвет. Ну, то есть, то, как мы нашли Осирис, то, как мы нашли потом Сейнта и так далее. Потом, как мы нашли Бастион, решали вот эту загадку всем комьюнити для того, чтобы получить эту пушку с лабиринтом. Вот это было круто. И вот здесь я вижу то, что Банджи над этим работает. То есть, в плане, ну, по крайней мере, на мой взгляд, в плане подачи сюжетного контента в этом сезоне у нас все хорошо. То есть, в кои-то веки, вот реально, действительно неплохой сезон. Ну, вот кроме шуток. У нас есть крутой лут. С того же самого Гамбита падает револьвер, классный для ПВП. С испытания Осириса падает классный револьвер и пульса. Даже вот та же самая ракетница, которая неплоха для ПВЕ, которую я вот уже столько видосов хайплю. Адептовскую версию вот ее очень жду. Да и вообще, я думаю, каждый из вас там массу примеров приведет там свои каких-то пушек, шмоток, которые бы им хотелось выбить. Ну и вообще, в целом, построение там вот, подачи там сюжета и так далее. Мне вот, в принципе, нравится. То есть, что у нас буквально каждую неделю есть что-то, что происходит. Вот тот же самый данж на Галиконе. Ну, то, как мы этот корабль посещаем, достаем оттуда винтовку разведчика сезонную экзотическую. Ну, прикольно же. Миссия атмосферная, классная. Там уже многие прошли ее в соло, не в соло, там, без смертей, со смертями и так далее. Вот. Но все равно, я вот периодически сталкиваюсь с тем, что народ жалуется на то, что, ну, в игре недостаточно контента, там, они ждут какой-то там, я не знаю, что у нас осталось еще 40 дней до старта нового сезона, когда же там выйдет новое, там, DLC и так далее. Ну, блин, серьезно? Я уже не совсем понимаю, что людям нужно, типа, чего они ждут? Ну, вот, я об этом не устану говорить, но еще с первой частью у нас такая тема была, что кому-то вечно чего-то не хватает. То есть, по сути, контента такого, вот, большого, сюжетного, там, на уровне какого-нибудь, там, первого Last of Us или Ведьмака какого-то там, или еще чего-то, постановки супер-офигенной никогда же тут не было. Ну, то есть, если у тебя есть 2-3 пушки, которые ты хочешь вытащить, то тебе уже есть чем заняться, у тебя уже есть контент, на мой взгляд, в этой игре. Ну, а больше здесь, по сути-то, ничего и нету. Ну, всегда так было. Эта игра про лут, про гринд этого лута, ну, и про, не знаю, ну, и немножко про сюжет. Те, кому нравится сюжет, они там лор изучают, сидят. Вот. книжки эти читают, заметки и так далее. Вот. Ну, как в Dark Souls каком-нибудь. Я просто не совсем понимаю, ну, чего, каких вот, таких вот больших свершений люди ждут от игры. В этом плане. Я вот жду, чтобы она стабильно работала, чтобы читеров не было, чтобы, какой-то, я не знаю, ну, не то, чтобы баланс, а чтобы, ну, Destiny также никогда не была игрой про баланс. У нас всегда будет какая-нибудь две или три пушки, которые будут, и два или три сетапа, которые будут рвать все остальные, ну, по чесноку. Но, просто, чтобы люди были, ээээ, ну, мне, короче, не хочется, чтобы играть, я наказывал, за то, что ты много в неё играешь, вот так вот. Ну, вот это моё генеральное желание. Ну, типа, да, вот, чтобы, конечно, те, кто в игру играть не хочет, но хотели бы лут, они бы получали какой-то лут, но в то же время, чтобы игра как-то тебя пощалась, то, что ты в неё actually играешь. Чтобы как-то можно было это выделить, я не знаю. Ну и чтобы при этом тебя не доставали там всякие баги, там, кличи, вот эти вот все ломающие игру, которые у нас уже практически каждый день обнаруживаются. Ну, понятно, что сейчас у нас ситуация в мире непростая, и у разработчиков ограничены возможности в этом плане, но, блин. Ладно. Ну, последнее, о чём мне бы хотелось бы поговорить, прежде чем мы перейдём уже к сдаче жетонов, непосредственно в игре и к показу сетов испытаний Осириса. Это про World of Glass, убейшее стекло. Я вот сейчас думаю, у меня есть парочка видосов, парочка стримов записанных, где вот мы вместе с товарищами, там, знакомыми с другими стримерами, с другими стримерами, проходили этот рейд, ну, изучая, ну, вспоминали, как мы его проходили, какие-то вот тактики, там, использовали, ну, и вообще, в принципе, превозмогали. Ну, это просто для тех, кто ни разу в этот рейд не ходил, кто в первую часть не играл, в первую дейс не играл и так далее. То есть, я вот планирую эти видосы залить, ну, и сделать парочку видосов, где буду рассказывать про то, как каждую из этих стадий в этом рейде проходить. В убеющих стеклах, в критальном чертоге, как там его на русский переведут, не суть важно. Мне вот интересно, насколько будет это востребовано, ну, то есть, насколько народу это надо сейчас. Ну, поэтому в этой части видоса хочу такой сообразный фидбэк у вас собрать. Это как-то понять, много ли людей собирается в первый день в Крустальный чертог проходить в Дайване, и много ли кому это будет интересно, потому что я знаю, что, ну, многие из вас, кто только начал играть в Дестине, начиная со второй части, они, ну, не знают, что там будет, и также многие из вас пойдут в рейд со мной, так что мне было бы желательно, чтобы вы заранее знали, что там будет происходить. Поэтому, собственно, и собираюсь этим заняться. Ну, и надеюсь, как-то фидбэк по этому вопросу будет положительным. Ну, вообще, хотя бы какой-то будет, ну, это я так, чисто, такой вот, знаете, анонс решил замутить своеобразный. Ладно, переходим к сдаче жетонов. Надеюсь, мне там выпадет то, что мне нужно. Так, ну, короче, начнем с жетонов испытаний Асириса, ну, и показа всех трех персонажей, как вот они выглядят в полном сете с испытаний. Ну, то есть, у нас в этом сезоне сет обновился. Это не реюз там старого какого-то шмота, это полностью новые шмотки. Что, где надо вот прям банжи кредита дать, что вот реально постарались и нарисовали. Я вот для полной анатентичности также надел пушки с испытаний Асириса, которые тоже там светятся, когда вот вы там 7.0 закрываете, ну и можно вот посмотреть, как персонаж, в данном случае варлок, выглядит в полном сете вместе с включенным свечением. Здесь вот еще есть эмблемку поменять, то ну, допустим, вот эту поставить, то у нас будет он светиться синим. А вот с любой другой дефолтной эмблемкой будет светиться уже все желтым. Ну и вот так вот сет этот выглядит. Типа. Я вот не знаю, когда его показывали первый раз, ну тизерили, мне он не особо понравился. И честно говоря, вот сет, который у нас сейчас есть с этого с прошлых к испытаниям, который был еще в первой части. Мне вот нравится гораздо больше. Я вот, собственно, поэтому в нем укажу. Сейчас я его надену, покажу. Так. Вот он, вот такой у нас. Это еще с первой части сет. Есть еще также с испытаний девяти сет. Выглядит вот так вот. Тоже мой любимый сет. Когда вот трансмог ведут, я думаю, буду его носить. Ну посмотрим. Просто он, конечно, не так ярко светится, как сет с испытаний девяти, который ты закрываешь. Но зато он светится постоянно, вне зависимости от того, закрывал ты Осирис на этой неделе или нет. Увидим, как говорится. В общем, что мне сейчас хочется выролить у Сейнта. Почему я начал с Варлока? Это мой второй персонаж, но у меня на нем только две шмотки есть, которые меня полностью устраивают. Ну три, ладно, потому что плащ всегда гадрольный. Руки более-менее неплохие, грудь тоже, а вот с головой не повезло. Вот за 7-0 мне упала вот такая с двойкой восстановления с двойкой дисциплины. Конечно, да, стойкость и подвижность неплохие с интеллектом, но блин, серьезно. 2,2 восстановления дисциплины. Но также хочется выролить себе хороший магма-молот с быстрым извлечением и полосой удач, либо с быстрым ударом и полосой удач. Ну и чтобы тут был расширенный магазиноприемник и гофрированный ствол. Ну а также абсолютную ранжу. Вот тогда будет вообще идеально. Ладно, попробуем пофармить. Давай, обрадуй меня, сейн. 380 жетонов, 19 ранг. Ну как всегда, когда у меня три слота заполнятся, я буду их чистить. в одной из ячеек. Так, ноги. Ноги. Снова ноги. Ну окей, смотрим, что у нас тут. Так, 17 восстановления, 6 интеллекта. Ну, окей, возможно. О, 16 восстановления, 12 интеллекта. Берем, берем. Это прям хорошо, это прям хорошо. Слушайте, неплохо. Так, ну, это фигня. Ну вот, ноги, уже все. Ноги мы, по ногам мы норму выполнили. Ну, то есть, видите, 9 стойкости, которые могут при абсолюте стать 11, 16 восстановления. 13 интеллекта, вообще шикарно. И сила на минимуме, которая не нужна практически на варлоке, ну, на электрической ветке, по крайней мере. Окей, окей, ставим лайк, идем дальше. Поэтому хорошо, начали, если сейчас голова упадет, с нормальными статами, вдруг я перейду на другого персонажа, попробую его поролить. Так. Мессенджер. Плазминка. Плащ. Естественно, гадрольные, ну, вы помните. дробовик. Так, три слота не заполнилась, идем дальше. Снова посланец. Ну, ладно, смотрим, что у нас тут. Мой любимый, по версии, по мнению игры, перк, один за всех. Она мне постоянно любит его запихивать. астральный горизонт. Если, кстати, вдруг кому-то все-таки нужен будет нормальный плюс-минус астральный горизонт, но у которого, ну, у людей, у которых вообще нету никаких его версий, помните, да, то, что быстрого извлечения здесь у нас нету, ну, это горизонт с прошлого сезона или позапрошлого, я уже точно не помню, ну, короче, когда они еще падали нормальными, то можно попробовать вытащить здесь перк излишки, а здесь, ну, опять же, первый выстрел. Тогда это будет максимально приближенный к этой версии. Ну, когда у вас перк излишки действует так, то, что когда у вас все обилки, ну, не потрачены, то вы можете доставать, у вас там больше стабилы, будет больше удобства на этой пушке, и так далее. В общем, ну, это не то же самое, что быстрое излечение будет, но хотя бы что-то. Так, постижение дзен и головорез. Ну, в принципе, неплохо, если бы у меня было бы, если бы у меня уже не было адептовской версии такой. Вот, забавно, кстати, посланец мне особо не был нужен, но мне упало три хороших версии адептовских, то есть с головорезом, с киллерским магазином и с изгоем и сорви головой в свое время. То есть, по сути, мне его больше фармить не надо, а вот револьвер адептский нормально не упал, хотя он мне нужен. то есть, лут в игре настолько хедро построен, чтобы ты продолжал это все дело фармить. снова ноги. Игра, пощади. Дай голову или магма-молот, пожалуйста. Так, тело. Снова ноги. Да, господи, что ж ты будешь делать? Но ноги нам уже, скорее всего, хреновые будут падать, да. Окей. Осталось семь рангов. Не подведи меня, пожалуйста. плазминка. Ну, стартовый импульс, датчик угроз нет. Хотя, стартовый импульс, импульс неплохой перк для плазминки, но я не люблю плазминки с 800-й скорострельностью, потому что, ну, они медленные. Против дробовиков это такое себе. Сейчас их использовать. Так, выпала рука. Осталось пять рангов. Снова выпал посланец. Магма! Ура! Так, дальше. Снова выпала грудь. Ну, хотя бы одна магма у нас есть. Осталось два ранга. Выпал меч. И последний. Выпали руки. Эх, без головы мы сегодня. Ну, смотрим, руки, ладно. Восстановление два, распиливаем. Восстановление восемь, распиливаем. Тело, что? Восстановление восемнадцать, интеллекта тринадцать. А что у нас было? Ага, двадцать четыре восстановления, два, транс интеллекта. ну, нет, эта грудь лучше будет в целом. Наверное. А здесь что у нас? Семнадцать интеллекта и десять восстановлений. Десять. Ну, такая более-менее сбалансированная грудь, конечно, и шестьдесят пять тотала. Здесь у меня сколько, подожди, двенадцать минус десять. Двенадцать плюс десять, двадцать два, шестьдесят два. А это шестьдесят пять. Ну, блин, надо думать. Ладно, подумаем над обеими этими грудями. Это мы удалим. Самое вкусное оставляю напоследок, я промагула. Так, неутомимый клинок, срежающее оружие. Наверное, пока нет. Цепная реакция, черный порох, модуль срежения. Слушай, неплохо. Подумаем. Подумаем. Так. Игра, за что? Ну, вот просто, за что? Почему ты думаешь, что мне этот перк больше всего на свете нужен? Ну, вот, серьезно, вот, за несколько недель испытания Асириса, вот, именно, этот долбанный один за всех. мне с полосой удач упало только три таких револьвера. Один адептский и два, блин, такие, и два, блин, обычных. Ну, что это такое? За что? Что я тебе сделал? Опять один за всех. И на пульсу тоже. Что-то боли, ребят, что-то боли. Ладно. Мы стараемся пережить этот удар судьбы и посмотрим на двух других персонажей, как вот они выглядят в Асирисской броне с этого сезона. То есть, мы сейчас посмотрели на Варлока, то есть, то, как он в менюхе выглядит в полном сете. Ну и как он будет, собственно, ну и как, собственно, будет выглядеть охотник и титан. Ну, посмотрим сейчас. Вот, кстати, немного непонятно насчет шмоток. У нас тут по умолчанию есть такой вот шейдер регалии визиря, но его нельзя забрать из коллекции к другим шмоткам применить. И если какую-нибудь другую окраску ну, как-то по-другому покрасить свой шмот, другой шейдер одеть, но потом этот шейдер не вернется, как вот, допустим, на тех же самых пушках с... как вот на пушках испытания Асириса, к примеру. Сейчас я вот попробую найти. Где это у меня тут было? У нас здесь просто были адептовские стволы некоторые. Я уже, помнится, несколько раз показывал. Ну, к примеру, вот автомат адептовский из прошлого сезона. Где он тут у меня? Лайка, мы тебя достанем. Вот, у него по умолчанию есть шейдер Кровавая Вражда, и если я на другой какой-то шейдер поменяю, то, видите, он здесь остается в памяти. Почему-то на шмотках такой вот темы нету. Ну, допустим. Хотя, прикол в том, что, по-моему, ну, вот, я, конечно, не эксперт в этих цветах и так далее. Но, мне кажется, то, что вот этот шейдер регалия Визири, он выглядит точно так же, как и стандартная броня, но, как и стандартная расцветка брони без шейдера, собственно. Ну, не особо отличается. Ну, это, типа, на мой взгляд. Так что, может быть, проблема не такая уж большая, как мне кажется. То есть, ее вообще нету. Ну, допустим. Ладно, быстренько сейчас посмотрим на то, как выглядит Титана Варлок и Титана Хантер и тогда уже пойдем сдавать тысячу жетонов железного знамени. Попробуем вытащить себе твердую руку. Револьвер. Так, ну, смотрим теперь на Титана. То есть, вот он тут. Он с эти первого возвышения, который нам падает с испытания Осириса. Честно говоря, на нем меня перки тоже не особо устраивают. Ну, разброс стат. Ну, по крайней мере, на руках более-менее нормально, на теле. Вот, голова тоже такая себе, но все-таки у Варлока голова была хуже, так что я поэтому решил порулить на нем. Но, не свезло. Голова не упала ни разу. Однако, сет все равно, поскольку это были мои первые шмотки, которые мне упали из этого сета, я пока что оставил. Ну, вот, можно на него посмотреть, как вот это выглядит. Опять же, ну, если сравнивать его с другими сетами, я вот специально, вот у меня те краски, которые были на тех элементах, которые меня более-менее устроились, я вот их снял, чтобы можно было посмотреть на то, как он в стандартном шейдере выглядит. Естественно, там заходит, уже может, когда достанет себе покрасить как-то. Но, не знаю. Ну, на Титана, мне кажется, более удачно выглядит, но все равно, не то, чтобы я бы хотел в нем постоянно ходить. Хоть и мне нравится, когда что-то настолько ярко светится. допустим, ладно. Проверим, посмотрим на сет с этого, с Асириса, который у нас тогда, вот, было сравнить. Здесь он у меня уже покрашенный, правда. Ну, стоит отметить, то, что они Титана сделали более ярким, чем он был до этого. Ну, в этом сете, в новом, он прям так, вообще, как новогодняя елка светится. Ну, а сетив с девятки, что у нас? Если сравнить, это тот сет, который, за всех трех персонажей я показываю, это тот сет, который падал за закрытие 7.0, ну, в этом, в испытании 9 в режиме. Просто, сейчас тут его не достать, так как он доступен только в виде украшения. Ну, украшение престиж, украшение испытания. Ну, украшение испытания, это как раз то, что можно достать сейчас с этого, с откровения. то есть, там падает вот серый сет, как говорится, но который просто падал за участие, а вот этот, который светится, он за 7.0 падал. Беленький. Ну, вот можете в комментариях, кстати, отписать, кому интересно, типа, какой из сетов вам больше подходит. Потому что, я думаю, когда трансмог ведут, те, кто до этого сет с девятки или с откровения достал, смогут его использовать для того, чтобы на какие-нибудь актуальные свои шмотки нанести. Ну, если, конечно, с трансмогом у нас каких-то задвиж... Ну, эксцессов не получится. Ну, как со всем остальным в этой игре, я не знаю. Ну, ладно, верим в лучшее будущее, как говорится. Ну, пока что такой вот на Титана сет. Пошли теперь смотреть на Охотника. Так, завершает наш показ мод испытания Осириса этого сезона. Ну, сезона зима... зима-лето. Надеюсь, я подосылочку понял. Ну, зима-весна в смысле. Да, завершает этот показ мод у нас Хантер, потому что, мне кажется, ну, охотник, потому что, мне кажется, у него вообще самый вычурный. Самый вычурный сет. Ну, у него вообще практически... Проще найти то место на его броне, которое не светится, когда вы закрываете 7-0. Просто он буквально вообще весь такой сверкает. Ну, то есть, у него такой достаточно интересный шлем, плащ, достаточно спорный, насколько я знаю, потому что многим он не нравится. Но, вот опять же, я не совсем уверен, хотелось бы мне это носить. Ну, вроде бы прикольно все-таки. Скорее да, чем нет. Но сейчас вот посмотрим... Я, блин, на Титане это забыл сделать, но посмотрим, как вот на охотнике он тут с разными свечениями смотрится. Вот это синенькая. А если желтая? Ну, любопытно. Окей. Так, ну, он здесь у меня опять же, без каких-либо то не было красок и так далее. Без какой-то специальной, без какого-то специального шейдера, вот то, как этот сет бы выглядел, если бы он вам просто вот прям сейчас бы упал. На самом деле, по поводу того, что упало, это то, что мне упало за, получается, за 5 побед в воспитании Хасирица на этой неделе. И я был приятно удивлен. То есть, вы видите, 67 тотала, 16 восстановления, ну, 6 интеллекта, правда, зато 12 подвижности, которая Хантам нужна. Но 67 это прям мощно, учитывая то, что максимальная, вроде бы, по статам легендарная броня равна 68. Это очень приятная такая неожиданность. У меня тогда, помню, народ на стриме даже офигел, типа, а что это у нас рандомайзер сломался, начал выдавать нормальный лут в испытаниях Хасириса, ну, в плане статов на шмотке. Ну, на Охотнике мне на самом деле больше всего повезло, ну, в плане статов. Ну, то есть, видите, да, вот восстановление 12 на 18, за все это время пока закрывал, если вот сейчас тут убрать то даже достаточно неплохая грудь, 25 на 17 при Абсолюте. Ну, вот, с чем мне повезло немножко, так это с ногами, то, что тут восстановление маловато и интеллекта, но, в принципе, терпимо, можно что-то придумать. Конечно, ноги бы я бы паролил, но приоритетом у меня выступал Варлок, потому что там у него голова была совсем печальная. Поэтому решил поролись. Ладно, смотрим сейчас, сравниваем со шмотками с испытания Асириса. Так. Ну, это у меня с покраской уже. Ну, вот видите, он гораздо скромнее светится, нежели, чем новая версия этого сезона. Ну, на вкус и свет, как говорится, ребят. Опять же, что у нас тут испытание девятик есть. Это уже с девятки сет за 7. тоже там у меня не давнего времени любимый был. в принципе, он и сейчас мне очень нравится. Просто такой вот, знаете, небольшой дух соревновательности стал преобладать, когда я понял то, что, ну, сет 7.0 светится, он там сколько, по-моему, в течение 7 дней светится, если ты, нет, 9 дней, прошу прощения, светится после того, как ты закрыл испытание Асириса. Потом надо будет закрывать 7.0 заново, чтобы он тоже светился. Ну, а сет с девятки светится не настолько сильно, но правда светится всегда. И еще забавный момент был, когда давай вот когда испытания Асириса ушли, и я вот как это называется на каком-то этапе не мог ну, собственно, его закрыть, и поэтому шмотки у меня не осветились. Но на старте первые 7 дней, после первых 7 дней они светились уже чуть менее ярко, а потом уже перестали. Блин, пацаны, вы меня с мысли сбиваете. Один подошел, второй подошел. Ладно, пойдем дальше. Пошли уже сдавать жетоны. «Железное знамя, великое дело, а великое дело это традиция, традиция это великое дело». Да-да-да, Саладин. предпочел. Короче, тут, кстати, я так понял, многие подозревают в том, что Саладин решил переворот устроить и убить завалу, но это не точно. Но, так или иначе, он нам сейчас нужен не для выяснения и расплетения сюжета, а для того, чтобы поздавать ему жетоны «Железного знамени». У меня их тут почти 2000, но сдам я сегодня косарь, потому что хочется все-таки оставить прозапас на следующий сезон. Вдруг у нас там что-то прикольное останется, вдруг там у нас что-то прикольное будет. В общем, что я хочу выбить? Я хочу себе выбить револьвер «Твердая рука», который падает сейчас с «Железного знамени», чтобы там был перк рубака, стрельба в скольжении, рикошетные патроны, ну, либо перк на перезарядку какой-нибудь. Ну, абсолютно на дальность или на стабилу, но и прицел на быстроту. Ну, такая пушка с такими точными перками мне вряд ли выпадет, но хотя бы что-то приближенное хочется. Так что, давай, Саладин, свет против света, погнали. Опять же, когда у меня полностью заполнится один из слотов тремя шмотками или пушками, я буду его чистить. Так, плащ, сайдарм, ракетница, прости господи. Грудь. Снова грудь. Пега. Ноги. Спасибо, кстати, что хотя бы когда я сдаю жетоны Саладину, мне, помимо всего прочего, дают еще ядра улучшающие. Ну, то есть у испытания Осириса такой щедрости нет. Так, пока что у меня выпало куча вещей по две штуки. Руки. Можете, кстати, в комментариях, ребята, отписать, как у вас дела с дропом обстоят, с железного знамени, с испытания Осириса, ну и с банши, потому что многие оттуда ролят револьвер истинное предсказание. Так, ну вот у нас три груди заполнилось, смотрим. 15 восстановления, 24 интеллекта. Ну, подумаем, ладно. 22 дисциплины, 12 восстановления, 16 стойкости. Ну, неплохо, но не хочу. Так, это точно не хочу. Идем дальше. Снова грудь. Да что, что будешь делать? Что за день грудей у нас сегодня такой? 1300, 1290, 1300 размера. Ага, так, продолжаем. У меня уже, по-моему, все слоты, кроме головы. Вот голова мне сегодня что-то вообще не падает, я смотрю. Ну, вот что на Варлока, что на Охотника. Неважно, кому я жду на буду сдавать. Так, ну, три слота у нас заполнена, смотрим. Направляющий взор, вот эта скаутка, я не знаю, зачем в этой игре нужна. Быстрый удар, железный взгляд. За счет снижения дальности сребук, кто вообще-то придумал? Набегает, перк нужен. Железная, да, за счет стабилы, нет, спасибо, не хочу. Я вот не знаю, по-моему, даже на клаву мыши перк, который режет дальность или стабилу мало кто возьмет. Так, плащи гадрольные мы сразу распиливаем. Идем дальше. Пульса. Круть снова. Да что ж ты будешь делать? Нет. Нет. Ну, вроде бы неплохо, но нет. Да ладно! Да ладно! Неужели? Изгои рубака! Класс! Прикольно! Прицел твердая рука и... Как говорится, и пушка твердая рука. Ну, слушайте, был бы абсолютно стабилу, я был бы не против, но с такой стабилой на клаву мыши такой себе бегать с твердой рукой. Однако, есть изгой. Ну, для многих это был бы почти гадрол. Ну, вот реально. Ну, ладно, подумаем. По крайней мере, из уважения к зрителям, которые пытаются выбить себе такой револьвер, я не буду его распиливать сразу. Подумаем. Идем дальше. Нам осталось сдать 600 жетонов. 600 жетонов, надеюсь, рандом нас не разочарует. Так, многие. Хрень. 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 Окей, это было быстро. Идем дальше. Голова, наконец-то! Спустя 500 жетонов. Гранатомет, вау! Мне, кстати, неплохой гранатомет упал, с кобурой, с автоподзарядом на днях, и с этим, как его называют, и со слепляющими гранатами. В целом, я доволен. То есть, у меня теперь, наконец, на каждом персонаже есть вот ослепляшка и автоподзаряд. но мне на третьем персонажу упал с железного знамени такой ствол. Я смотрю, железная длань, железный взгляд, удар, там еще что-то, блин, обожают мне падать. Так, грудь снова. Сайдаром. Пистолет, в смысле. Снова револьвер? Да ладно, да ладно, сразу посмотрим. Нет. Ладно, что у нас с ракетницами быстро разберемся с ним. Автоподзаряд, модуль соединения, черный порох. Ну, вот знаете, неплохой вариант, блин. Нет. Быстрый прицел, быстро извлечения. Спасибо, не надо. Модуль свяжения, цельномер. Тоже обойдусь. Идем дальше. осталось где-то 20 рангов, по-моему, плюс-минус. Руки нам полностью заполнили. Все. Нет. Нет. Ну вот, ни рыба, ни мясо, на самом деле, мне шмотки с железного знамени не особо нужны, так как я роли в основном шмотки с испытания Осириса. Но если хорошие выпадут уж совсем, прям какие-то пафосные, искрящиеся, то я подумаю. Вот, к примеру, на днях меня этот Шакс порадовал и дал вот мне вот такие ноги. Это я чисто позлорадствовался. Топутуны, знаю, которые очень многие фармлят. Я-то бегаю с червеоболочкой, но я от таких не отказался бы. И, собственно, не отказался, когда они мне упали. То есть у них вы видите восстановление, но спайки в восстановлении, в интеллекте и в подвижности. То есть именно то, что нужно ханту. Прямо я помню, когда на стриме мне они выпали, многие там типа хотели Слышь, стример, ты обнаглел из этого разряда. Но я не жалею, мне нравится. Так, идем дальше. Так, пипега. Снова пипега, которая улетела на почту. Ну ладно, потом ее оттуда заберем. Я сомневаюсь, что там штагадрольная. Так, готовка. Плащи у меня тут полностью все заполнили. Слушайте, осталось чуть больше десяти рангов. О, снова голова впервые за тысячу рангов. Спасибо. Пульса. Чуйся. Пистолет. Пакетница. Ноги. Автомат. Ничего себе. Наверное, нет. Под давлением стрижающее оружие. Ну блин. Неплохая версия, но я был зачарован в этой пульсе, когда я узнал, что там нету фул авто версии, так что решил подзабить малость. Модуль свяжения, автоподзаряд. Это ракетится, я смотрю, не сдается. Ладно, подумаем насчет нее. Так, снова кувалда. Снова револьвер. Красиво. Так, датчик пульса дальномер сразу в утиль. Опять источник. Вот за что? Вот, я так понял, у меня на этом револьвере любимый перк будет источник. В кавычках. Но, судя по мнению игры, что вот на других всех пушках у меня любимый и по ее мнению перк это этот, как его называют. Ой, господи, один за всех. Ну, ладно. Снова руки. Не для скуки. Ладно, еще сдадим четыре ранга. Снова скаутка. Плащ. Тело. Снова тело. Ну, ясно. Спасибо, Саладин. Тело на почту улетело. для чистоты эксперимента заодно посмотрим, что у нас на почте лежит. Что за пипега нам упала и что за грудь. Так, пипега говна. Я понял. Вот, мне понравилось, как главные банджи решили. Многочисленное быстрое убийство запускает восстановление здоровья. Эффект усиливается принижение стража сильных противников. То есть, этот перк срабатывает, если вы там троих противников убиваете. И они решили под конец добавить этот перк в пулемет, который дропается с грандмастера. Вот, много народу мне вот интересно, вот сколько такой мелочи должно на вас бежать, чтобы вам понадобилось подобный отхил. Хотя, может быть, когда-нибудь я свои слова съем, когда окажется, что выйдет какая-нибудь активность и этот перк будет пипец как нужен, но не сегодня, наверное. 20 восстановления, 7 интеллекта. Неплохо, неплохо. Что у нас тут дальше? Идет. Церева в скольжении железная отхватка. Понимаю. нравится еще увлекательнее. Что у нас здесь? Ракетница. Но я пока насчет нее подумаю. Правда, до этого был выбор ударная оболочка и черный порох. Надо было, наверное, ее скорее оставить. Но автоподзаряды с модуль среживания это неплохо. в целом. Так, плащ гадронный мы распыляем. 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 Ладно. Пожалуй, тоже распыляем. Ну, револьвер один выпал. Более-менее неплохой, но стабилы мало. Типа, мне, чтобы нормально бегать с такими револьверами, надо, чтобы у них стабилы было хотя бы 50. Иначе их очень сильно флинчат. Вот прямо офигеть как. Так, здесь у нас что, восстановление А6 долой. Тоже долой. Ну, тут особо шмотком нечего меня порадовать, честно говоря. Я же говорил, я их оставлю только в том случае, если они будут какими-то совсем MLG. Ну, ладно. Спасибо, хотя бы на револьвере игра. В общем, будем закругляться, я думаю. Всем спасибо за просмотр. Не забываем лайки ставить, комментарии писать, какие-нибудь на канал подписываться, колокольчик прожимать. Это помогает получать уведомления при выпуске новых видосов. Также можно обратить внимание на мой промокод от Кинопоиска HD благодаря нему вы получите 60 без бант огней в этом сервисе. Как раз сейчас Лига справедливости от заказной вышла, можно будет оценить. Ну и что еще сказать. Ссылочка будет в описании под роликом. Любой поддержке буду рад. Всем спасибо за просмотр. Увидимся, когда увидимся. Всем пока. субтитры